Мы часто принимаем доброту за недостаток, и я думаю, что это то, что мне сегодня не хватает. На вид вполне добрая фея, но не торопитесь с выводом. Я не могу без улыбки смотреть на полет, мотылька. Здесь ждет чувак, нужен и ночлег, я печку и стоплю. Ведь мальчик, ты девочек, я очень люблю. А ведь мальчик, ты девочек, я очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-люблю. Внимание! Это никакая не фея, а самая настоящая баба-еда. И вы говорите, что сегодня вы разрываетесь между сыном в больнице в Швейцарии и отцом в поместье души. Да, когда я с отцом, я беспокоюсь о сыне, а когда я с сыном, я переживаю об отце. А ножка Делон показала, как разрывается между отцом и сыном. Утром прогулка в отцовском поместье в душе с Лубо, любимой собачкой Алена Делона. А вечером прогулка в Женеве, уже со своей любимой собачкой Чарли. А где папа? А папе она посвятила странные стихи. Я слышал, что ты сейчас по ходу жертва, но даже и не думаешь, что виновата я. Потому что ты сам себе могилу вырыл, и после всех драк и лжи ты хочешь остановить меня. Но больше это не сработает. После того, как она выступила с чудовищным стихотворением в адрес своего отца, про давно ждущую его могилу, теперь Аннушка набросилась на двоих своих братьев. Чтобы их одолеть, надо их разлучить. Разлучить! И сожрать! Как рассказал Антони, Анни с братом только что получили судебные повестки в суд от Аннушки Делон. Она требует кучу денег от меня с братом. На двоих это превышает 120 тысяч евро. Однако Антони уверен, что Аннушка вновь проиграет и эту тяжбу, как уже проиграла дело с Ирами, которую ложно обвинила во всяких гнусностях, чтобы под этой личиной расправиться с давней подругой Алена и изгнать ее из поместья отца, оставив его одного без заботы и ухода. Маша, по-моему, это баба Яка. Да что это ведь? Это малонаучные воображинки. Сатер сказал, хороших отцов не бывает. Вы согласны с этим утверждением? Ну, я думаю, что хороших родителей на самом деле не существует. Почему? Почему? Почему же? А потому, что если бы так случилось с моей лучшей подругой, то я бы ее защищала. И что мне делать? Ведь я лучшая подруга самой себе. Вот я и защищаю себя. Аннушка, давайте теперь четко, чтобы была полная ясность. Ваш брат говорил, что вы солгали им и всей семье относительно результатов здоровья вашего отца. Так вы лгали или нет об этих медицинских результатах? Вы держали их только по своим контролям. Вы не давали, не допускали своим братьям возможности вникнуть в эти результаты и ознакомить их с тем, как в действительности, какой в действительности состояние имеет ваш отец. Я, 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 я вообще, я не, я, я, я не, я не, я не, я не Николаем никогда, я, да я вообще никогда и не знал ни о каких этих результатах. Это все только знал мой отец. Это может знать только мой отец. Вы что? Я никогда не знал ни о чем. Ну, как я могла лгать кому-то вообще. Антони также утверждает, что вы хотели забрать своего отца в Швейцарию, где вы живете. Да, да. Только лишь с целью избежать огромного налога на то наследство, если же оно откроется во Франции. И если исполнится воля вашего отца закончить свои дни в своем имении, в душе, во Франции. На протяжении своих 33 лет я ни одного дня не была против, каким-либо образом против такого-либо решения моего отца. И моя единственная причина, по которой я хочу его переселить, перевезти в Швейцарию, чтобы его там лечили, чтобы его там вылечили. А вот мой брат, он категорически против лечения моего отца. Он не понимает, что жизненно важно для него и делает все, что против его жизни. И вот с таким так называемым лечением, вот я категорически не согласна. Я ничего не могу с этим поделать, потому что я ничего не знаю, ничего насчет там каких-то налоговых ставок или каких-то налогового законодательства, я в этом совершенно не разбираюсь. Поэтому здесь говорить о каких-то финансовых вопросах, я не знаю, я в них совершенно не специалист. Маша, по-моему, это баба Яка. Да что ты ведь, это малонаучные воображинки. А что об Аннушке думаете вы? Напишите ваши ответы в комментариях. Следите за самыми последними новостями об Олене Делоне только на нашем канале. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Олена Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков и все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты